Тони Я хочу домой А, видно вы все немного подсгорили Джеффом? Нет Ни с кем Я хочу поехать домой Чтобы не находиться в одном месте с мамой и Джеффом Почему? Я не могу сказать Тони, мы всегда с тобой находили общий язык, верно? Да Я делюсь с тобой своими проблемами Ты своими Знаешь, почему я так поступал? Я думаю так Потому что я хочу, чтобы ты стал взрослым Мог сказать, мы с отцом всегда уважали друг друга Мама с Джеффом Мама с Джеффом Я ее ударил Ее мать дважды выходила замуж И она все знает Тони Девочки, которые начинают проявлять интерес к мальчикам, часто выдумывают небылицы Но тем более это похоже на девочку Чья мать переходит из рук в руку Я сам Вчера подошел к домику сестры Джефф Заглянул в окно и Увидел все собственными глазами Тони Тони Ты еще молод Возможно, ты считаешь тяжким преступлением Что это абсолютно невинное Тони, ты Должен мне рассказать все, что видел Мама сказала, что она идет в кино Но она не была в кино Они Лежали Голые В постели Мама Целовала Джеффа Папа Папа Забери меня отсюда Папа 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 Не плачь Тони Что ты собираешься делать? Папа 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 Не знаю, просто посижу немного Папа Не знаю, 41 Папа 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 Пап его Н Pause Здравствуй, Оливер, что ты здесь делаешь? Нет, нет, я хотела спросить, когда Оливер приехал и видел, где ты, Тони, он все время спрашивал, где же его папочка, а папочка вот взял и приехал. Здравствуй, Оливер, здравствуй. Здравствуй, Люси. Здравствуй. Привет, Лана. Здравствуйте, мистер. Люси, нам нужно с тобой поговорить. Поговорите, пожалуйста. В таком случае мне... С тобой, если ты не против, ты можешь подождать несколько минут. Да, да, да. Спасибо. А, вот ты приехал. Я очень рада... Сядь. Что? Почему ты серьезен так? У тебя... Роман? С кем? С пананом. С... 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 С паном? Вот с... С этим ребенком? Господи. Оливер, ты что? Ты... Ты... Ты из-за этого сюда приехал, папа? Да. Господи. Господи, какое далекое путешествие. Если... Если это помогло мне заполучить тебя наконец-то, я... Я рада очень. Ну, Паш... Ну, что... Что произошло? Ты... Ты получил письмо от одной из этих гостиничных комушек. Они просто видят нас постоянно вместе. И очевидно, им не хватало семейного скандала. Это Тони. Он позвонил мне вчера вечером и попросил приехать. И сегодня он сказал мне, что видел тебя с молодым человеком в домике его сестры. Тони? Пап... Тони? 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 А что? По его словам, он там ухожу. Я не могу повторить, Руси. К сожалению, это звучит очень убедительно. В таком случае мне очень жаль. В первую очередь самого Тони. Я надеюсь, тебе известно, какие он небылицы сочиняет. Назовем это своим именем, ложью. Он этого больше не делает. Делает. Причина мне ясна. Тони относится ко мне. Мне как обыкновенный мальчик. Как ревнивый любовник. С обостренным чувством собственности. Тони не мог сочинить такое. Почему? Почему не мог? Среди прочих инструкций, составленных тобой, было указание просветить его в отношении секса. Люси, ты говоришь правду. Я тебе клянусь. Банны! Боже мой. Стыдно как. Я хотел бы поблагодарить тебя за те письма, в которых ты сообщал мне об успехах Тони. Я получал от занятий большое удовлетворение. Удовлетворение. Кстати, а та девушка, о которой ты говорил в первый день нашего знакомства, она до сих пор в школе в Бостоне? У меня нет никакой знакомой в школе. У меня нет никакой знакомой в школе. Значит, девушки у тебя нет. А как насчет дам постарше? Надеюсь, мистер Краун, вы не ждете от меня ответа. Мистер Краун, тебе регулярно платила? Да. За эту неделю у нас с тобой рассчиталось? Нет. Сегодня пятница, пять седьмых от тридцати, для ровного счета будет 21 доллар, тебя устроит чек. Мне не нужны деньги. Наверное, я должен извиниться, сказать, что мне стыдно, или найти какие-то другие самые. Я не собираюсь. Это самое значительное событие в моей жизни. Вам не понять. Вам не понять ее. Она такая чистая, с тонкой душой. Она ни в чем не виновата. Виноват один я. Я так надеюсь, и если она вас бросит, я женюсь на ней. Баннер, ты принял легкомыслие и безответственность женщины за глубокую страсть. Вы не уважаете ее. Вы не любите ее. Вы не восхищаетесь ее. Ты говорил, миссис Краун, о женителе? Да. А как она отреагировала? Она засмеялась. Ну-вот. Со мной в 20 лет произошло нечто подобное. Правда, у моей дамы хватило ума оставить детей дома, поскольку в таких делах у нее был больший опыт, чем у миссис Краун. Но нам и повезло больше. Муж так ничего и не узнал. А через два часа после расставания нас с ртом назвала бы мое имя. Ну что? Вы закончили? Да, думаю, да. Ну, хорошо. Ступай. Ступай, Джек. Ступай. 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 Ну что? Ну что он тебе сказал? Обычную чепуху, что я тебя не понимаю, что ты тонкая и чистая, что это было самое значительное событие в его жизни, а во всем виноват он сам, он хочет на тебе жениться. Все очень здорово. Послушай, он лжет, он сумасшедший, представляешь, он отдыхал здесь прошлым летом, я его не замечала, а он, оказывается, ходил за мной по пятам, ходил по пятам все лето и даже не решался ко мне обратиться, просто вот ходил и ходил. Этим летом он приехал сюда из-за меня, я однажды совершила глупость, я позволила себя поцеловать, словом, тут все и открылось, я ему сказала, чтобы он оставил меня в покое, чтобы он занимался своими сверстницами. Он не оставлял меня ни на одну минуту, но он ничего не добился, а Оливер ничего? Ну, Сева, у него другая версия. Другая? Конечно. Ну, конечно, 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 другая, я понимаю, он хочет, чтобы у меня появились неприятности, он однажды сказал, накажется, что собирается написать тебе письмо, а якобы существующие наши с ним связи в надежде на то, что ты на меня рассердился, что я брошусь его объятия. Оливер, честное слово, я не знаю, что еще тебе сказать, я очень устала. То есть это угонья. Теперь мне противно. Папочка, зачем ты так говоришь? Не надо, папочка, пожалуйста. Не прикасайся ко мне! Не простите, если твое отвратительное вранье. Со временем я, возможно, просил бы тебе летние приключения со студентом, но не ложь. Особенно касающиеся Тони. Что вы за женщина? Я не знаю, я не знаю. Ты сейчас просто очень страшна, я боюсь за тебя, за себя, за наш брак. Лежала в его объятиях, смеялась за мной, жалоба смеялась. А твой сын в это время посмотрел в окно. Ты так стремилась забраться к нему в постель, что не потрудилась проверить, плотно ли закрыты окна. Это неправда. Я люблю тебя, слышишь, я люблю тебя одного. Ты обманываешься эти 15 лет. Теперь Каша наконец попалась! Это в первый раз! Я тебя пьянусь. Я же просила, чтобы ты не уехал. Зачем ты уехал? Я сказала, что я больше никогда не буду с ним встречаться. Ради Бога, Оливер, делай все что угодно, только не бросай. Я тебя пока не бросаю. Я должен побыть какое-то время один, тогда я приму решение, что делать дальше. Ты вернешься, ты меня позвонишь? Посмотрим. Звучит песня. Когда приедет мама? Я обещала трен熟а. Я буду встречать его к вам. Прошла, offense. Ого, Deutsch? Я не знаю, что ты очень выделался за лето, нужно кости не сменить в гардероб. Что тебе надо? Я хотела, чтобы ты поцеловал меня, Тони. Чего ты хочешь? Я ничего тебе. Ничего. Привет. Привет. Здравствуй, Джон. Привет, Анатолич. Я думал, что ты уехал. Привет. Я вернулся, чтобы помочь сестре собрать вещи. Понятно. Узнал, что вы здесь. Сегодня уезжаете. Что тебе надо? Ты знаешь, я подумал, а вдруг ты захочешь оставить, проигрывать и в себе, зная, как ты любишь музыку. Ты даришь ему мне? Поблагодари Джеффа, Тони. Он теперь мой? Да. Я могу с ним делать то, что угодно. Не получается так. Не получается так. Это ужасно. Это глупо, бессмысленно, отвратительно. Я прошу за него прощения. Никогда не проси за меня прощения. Если тебе от этого стало легче, я не могу. Нет, вот как-то от этого мне легче не стало. А вы, наверное, хотите поговорить? Сейчас пока не появится папа. И хоть я вернусь через пять минут. Наверное, мне не стоило заходить. Это хорошо. Очень хорошо, что ты пришел. Это благородно. Знаешь, немножко отважно. Послушай, мы же встретимся. Нет только меня. Я понимаю. Я понимаю, я доставил массу Массу хлопот Ну, что же делать За развлечения Всегда приходится платить За развлечения А что, что, что Что тебя так шокирует Я очень бы огорчилась Если бы я узнала, что ты не получил Удовольствия Нет, нет, нет Это было превосходно Это было замечательно Как Как землетрясение Ты Ты возвращаешься К нему Знаешь Женщины, как правило Возвращаются к своим мужьям Верно Для этого это девушки В основном Выходят замуж Чтобы было К кому вернуться Я вел себя Как дурак, да? Как дурак Все ему немедленно выложено Это очень хорошо Что ты все сказал Но, знаешь Ложь такая непосильная Нагрузка для меня Все Я Все Если мы Когда-нибудь Увидимся Знаешь, если мы с тобой Когда-нибудь Вдруг совершенно случайно Увидимся Я подумаю Господи, Боже мой Какой очаровательный Какой очаровательный Молодой человек Мне удивительно Даже, что раньше Так мне казалось Была в него Влюблена Здравствуйте, Олиго А я не заметила Твоей машины Я просто Просто зашел Попрощаться Ты закончил, Джесс? А? Да А, вступай, Джесс И постарайся Закончить колледж С наивысшими Оценками Спасибо Спасибо Где твои вещи, Люси? А я не могу возвращаться домой Я не могу возвращаться домой Вместе с Тоней Люсей, я Долго думал И решил забыть это слово Ты решил Я поверю Твоему обещанию Больше страх не поступать Две недели тому назад Ты не верил Ни единому моему слову Тогда договорила неправду Почему ты полагаешь Я не буду лгать и впредь Потому что я Я вынужден тебе поверить Как? Я пытался представить Не смогу ли я Жить без себя Понял, что не смог Да, да, несмотря на мою лживость И твою нелайск фальш Ты прав, Оливер В самом деле Это было отвратительно Ты любишь меня Да, 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 да Я тебя прошу Я люблю тебя Я люблю тебя, Оливер Я все эти дни только думала О том, какой ты добрый Какой ты замечательный Какой ты хороший Я молчу Молчи Только ради Бога Молчи, молчи И слушай меня Ты, как всегда, хочешь услышать Только половину правды Ее лучшую часть Существует другая половина Правды Она ужасная Она сулящая боль Она ведь тоже существует Молчи, молчи, молчи Молчи во многих отношениях Ты был для меня таким прекрасным мужем Ты для меня ничего не жалел Я жила в сытости Я жила в тепле Ты подарил мне такого прекрасного сына Которого я так любила О, Оливер Ну ты так привык Обращаться со мной Как с ребенком Что даже в те минуты Когда ты должен был Обращаться со мной Как с женщиной Понимаешь, в постели Я испытывала детские эмоции Чувство страха Стыда Отвращения Ну, мне всегда казалось Это был спектакль С побольше счастья Поли На протяжении Столько лет Да Почему ты Почему ты молчала Почему не делилась Со мной Ну, как Я не хотела тебя обижать А теперь Теперь я стала Отразиться к себе С большим пониманием Чем к тебе Я не желаю Тебя слушать Пять тысяч лет Женщины пытаются Оправдать свои порочность Тем, что их мужья Не слишком стары Или вечно заняты Или не в силах Удовлетворить их Покажи чест Покажи чест Покажи чест Сочинишь что-нибудь новенькое Покажи честное Покажи честное Покажи честное Покажи честное Покажи честное Оправдать Ему пора отправляться в колледж. Ах, заслужил службу. Конечно, конечно. Благодаря ему я в 35 лет поняла, Боже мой, какое счастье быть женщиной. А с его помощью я поняла, какую радость способен подарить. Ружье. Ружье. А это философия шлюхи. Шлюхи? Нет, я так не думаю. И ты тоже так не думаешь. Просто, вероятно, тебе следует знать, что в будущем, возможно, у меня все повторится. Ты шутишь. Ну, конечно же, ты шутишь. Ты мне мстишь. Нет. Я говорю тебе правду. Я ее узнала на 15-м году брака, и, как видишь, не без твоей помощи. Не более. Да, Силь, но... Стоп, подожди. Силья не может существовать на таких условиях. Ты превратишься в одинокую, никому не нужную старуху. Две недели назад у нас совершенно другие человек. Подожди, подожди. Ну, посмотри же на меня. Ты видишь? Теперь я — это я, а не какая-то робкая, незначительная, легко предсказуемая пятая часть твоей жизни. Оливер, я стала хозяйкой своей судьбы, понимаешь? Иди, собирай вещи. Поедем домой. Как? Вещи. Я только что, только что вот здесь тебе сказала, что я не могу ехать домой, что я не могу ехать домой вместе с Тони, что я не могу его видеть. Как долго? Никогда. Это мелодрама, Люс. Нет, нет, нет. Что ты, ты не понимаешь? Он мой враг, он мне мстит. Он каждый раз, когда на меня смотрит, он бросает на меня взгляд вот через то окошко. Он меня судит, он мне выносит приговор. Я не выдержу, если мне 25 раз на дню будут напоминать о моей видении. Желаю видеть его, слышишь? Не желаю ни сейчас, ни на каникулах. Я не могу этого сделать. В таком случае оставь меня. Нет, этого тоже сделать не в силах. В таком случае тебе придется выбирать, Полина. Прости. Прости. Привет, пап. Ты сердишься на меня? За тот звонок, за то, что я рассказал тебе? Я должен был поделиться. Да, конечно. Хотя я предпочел бы, если уж это произошло, чтобы ты остался в неведении. Тони, позволь мне задать тебе один вопрос. Ты ненавидишь маму? Что ты говоришь? Ответь мне, Тони. Да, я ее ненавижу. Ты хотел бы расстаться с ней навсегда? Да. Ну, мама любит тебя. Не верь. Не верь ни единому ее слову. Ну, она боится тебя. И из-за этого страха она не хочет ехать с нами в город и жить с тобой. Меня это устраивает. Все равно я возвращаюсь в школу. Ну, она не хочет, чтобы ты приезжал даже на Рождество и каникулы. Каникулы. Почему ты не можешь искать, что это твой дом, и тебе решать, кому в нем жить? Тогда оно уйдет от меня сегодня же. Ну, разве ты сам этого не хочешь? Боюсь, что нет. Нет. Что я должен делать? Я отдаю тебе право выбора. Если пожелаешь, я позову маму, вы с ней попрощаетесь. На этом все. Чего хочешь ты сам? Я хотел бы умереть. Что, если я скажу, что я готов покинуть вас? Тогда я отвезу тебя в школу, а потом вернусь за мамой. По воскресеньям я буду навещать тебя. На каникулах мы будем ездить с тобой в скалистые горы, в Канаду, может быть, даже в Европу. Но вернуться домой я уже не смогу. Нет, во всяком случае, долгое время. Зови ее. А ты... ты уверен? Разве ты сам этого не хочешь? Ты этого не хочешь? Я беру Тони с собой. На следующей неделе я приеду за тобой, Люсей. Я сначала позвоню. Тони, я... Я жду тебя в машине. Тони. Ты не хочешь сказать мне... До свидания. До свидания. Если когда-нибудь, совершенно случайно, мы вдруг встретимся. Если можно, скажем. С тобой совершенно случайно. Когда-нибудь вдруг встретимся я. Надеемся, что мы скажем друг другу. Здравствуй. Тони, я очень хочу, чтобы ты вырос Счастливым человеком. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я не собирался приезжать, я был в Нью-Йорке всего лишь один вечер, провел его вместе с Тоней. Тоня, 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 скажи мне, пожалуйста, как там у него дела? Не важно. Очень важно. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Давай все-таки поужинаем, ладно, я прямо что-то в холодильнике. Ты всегда была тех, кто женщины, только носила неподходящие вещи. А теперь ты научилась одеваться, это хорошо. А мы с Тоней тебе звонили из Нью-Йорка, почему ты не могла посидеть дома в этот вечер. Где ты была? Где ты была? А я была занята. Я обедала с одним лейтенантом из госпиталя. С летчиком. Обедала с летчиком. Медленно же ты ешь. Вы расстались с ним в три часа ночи. А что еще ты делал? Послушай, Оливер. Что еще ты делал? Вы занимались любовью? Ты что, действительно хочешь это знать? Да. Занимались. Первый раз. Нет. Ты его любишь? Нет. Тебе нравится спать? Мне нравится. Тогда зачем ты это делаешь? Понимаешь, ты его ранила в Африке. Сильно. Он боится возвращаться на фронт. Я в театре. Проявление патриотизма. Почему это? Можно понять совершенно одинокий, раненый, перепуганный молодой человек. Понимаю. Я не знаю, я тебя пить много позже. Ну, я понимаю. Я в театре. Сегодня в госпиталях сотни юных, молодых, искалеченных людей. Я, конечно, не юн. Ну, вот не искалечен, да? Не искалечен. Ты лежишь в столу в постели, а? Прекрати сейчас же. Прекрати, давай, немедленно. Я ложиться спать. Я завтра. Отвечусь на все твои вопросы. Сегодня не надо, Улера. Завтра не я здесь ничего не буду. Я тебя прошу, пожалуйста. Скажи. Скажи, были ли другие? Я, когда ты давно сказала, что больше не буду тебе никогда лгать. Да, вот ты вина. Это я и хочу услышать. Да, были другие. Что еще? Ты кого-нибудь любила, Эшвих? Нет, не любила. Это правда? Правда. Почему? Не знаю, потому что я не способна любить. Не знаю, потому что я любила тебя. Не знаю. Спать пойдем. Ты не собираешься провожать в том году? Должна же я узнать правду. Зачем это тебе нужно, черт возьми? Я не знаю. Я не знаю. Вероятно, таким путем я становлюсь значительнее в собственных глазах. Может быть, просто от пустоты в душе. Может быть, потому что сейчас так принято. Оливер, хватит. Еще один вопрос. Скажи, Люси. Ты счастлива? Это непростительно. Будь несчастлива. Ты мерзкая, развратная женщина. Не исчастлива, не исчастлива. Не исчастлива. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То самое место. Я проезжал здесь, но обелиска не заметил. Скажи мне, что ты обо мне думаешь? У меня еще не успело сложиться определенное мнение. У тебя было достаточно времени. Что ж, должен признаться, я целый день тобой восхищаю. Твоей маложалостью, красотой, энергией. Боюсь, мой ответ покажется тебе банальным. Зло всегда процветает. И сердечья залог долгой молодости. Греши и процветай, оставайся ко всему. Безучастно и пусть рушатся семьи, гибнут империи. Но ни один волос на твоей голове не посидел. Как же ты думал все это время? Не совсем так. Знаешь, десять последних лет это несчастные случаи и ошибки. Если бы одна гадкая девчонка не приехала тем летом на озеро, если бы ей не вздумалось скуки ради прогуляться в лесу, ничего бы не произошло. Ничего. Ты слишком легко снимаешь себя, Игорь? Нет. Нет, Тоня, я говорю серьезно. Мой несчастный случай растянулся на годы. Я не могла выносить твоих молчаливых обвинений. Я была вынуждена отправить тебя в школу. Ты полагаешь, что нужно было оставить меня дома? Конечно. Конечно, потому что семья это живой организм. Ты ему дай шанс, он исцелится. Если рану постоянно, то его рожать, она не заживает. Мы сделали нашу рану. И заживающие заплатили за это. Заплатили? Кто именно? Ты считаешь, заплатили вы с отцом. Я тоже заплатила. Могу представить, чем ты заплатила. Да, ты прав. Я расплачивалась в постелях. Но это закончилось однажды утром, когда отец твой пришел попрощаться и пред отправкой на фронт. Если хочешь знать, с того самого дня мужчин в моей жизни больше не было. Не надо же было умереть в таком месте. Это все, что ты можешь мне сказать. А чего ты ждешь от меня? Я должен произнести речь о павшем герое. Да лучше бы отец сидел в штабе. Другие более благоразумные так и поступали. Они не были столь бесстрашны и демократичны. Зато теперь я не дома. Оливер Краун. Муж, отец, миротворец. Я бы хотела зайти к твоему сыну, сделать ему подарок, игрушку. Я проводу здесь еще три дня, когда он присыпается. Муж, отец, миротворец. Кажется, в три. Хорошо, я зайду в три часа. Мама. Помнишь, когда я уезжал тем летом? Я спросил тебя, что мы скажем друг другу, если когда-нибудь встретимся? Ты не забыла свои слова? Я сказала тебе, скажу друг другу. Здравствуйте. 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 Аплодисменты. 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 Аплодисменты.